Знаете, друзья, у нас такие интересные новости сейчас в Украине происходят. Значит, смотрите, у нас очень плохо работают суды. Очень плохо работают суды в связи с тем, что они принимают решения довольно часто в виде аукциона, то есть кто больше даст, в пользу того они и сработают, и причем это берет неограниченное количество времени в силу тысячи обстоятельств, то иногда функцию судов приходится на себя перебирать Совету национальной безопасности и обороны, СНБО. Скажем так, что при Порошенко сей орган он был более такой совещательный. То же самое при Януковиче было, то же самое было при Кучме и так далее. То есть это был совещательный орган, который, да, он влиял на принятие решений, но сам никогда не подставлялся, как бы, вот, если можно уместно такое слово употребить, и сам никогда никаких решений не выносил от своего имени. Все категорически поменялось при Зеленском, когда, ну, Зеленский принял решение, что ждать решений судов дальше некуда, бороться с судами это долго, и действительно это так, и Зеленский решил наказывать проворовавшихся людей, проворовавшихся чиновников и вообще там публику при помощи СНБО. Придумали вот такой вот механизм. Таким образом, завтра, хочу сделать анонс, будет очень интересное заседание СНБО, это особенно касается украинцев, это им интересно, посвященное Банкопаду 2014-2017 годов, когда под руководством тогдашнего главы Национального банка Гонтаревой, а также ее заместителей тогда Рожковой, и там еще одной персонажа по фамилии Дегтярева, то есть эта публика уничтожила, если я так не ошибаюсь, около 80 банков. То есть почти половину банковской системы Украины они уничтожили в угоду своим банкам, это то, что известно мне, собственно говоря. То есть они одни банки продвигали, а 80 банков, которые были не их, не плохие банки, не хорошие банки, и вообще там бяки работали, эти банки они потопили, просто уничтожили, стерли. За три года они стерли с лица земли 80 банков. Какая могла страна такое выдержать? Люди, тысячи, десятки тысяч людей потеряли свои накопления. И Украина потеряла какое-либо уважение в мировом сообществе, как банковская страна, банковская система. Но какое может быть уважение, если у вас вот в этот период, в эти три года, ну раз там в две недели падал банк. Так, это нормально? О каком вообще уважении, о каком вообще чем-либо могла идти речь? Итак, СНБО, по всей видимости под влиянием Зеленского, но у нас глава СНБО это Данилов, такой довольно решительный товарищ из Луганской области, бывший там губернатор Луганщины, они решили просто вот с плеча рубать. И вы знаете, в некоторых ситуациях, наверное, так и надо. Саакашвили тоже в свое время рубил с плеча в Грузии, как видите, помогло. И там сейчас нету ни коррупции, ни коррупционеров. Ну, как бы, не просматривается. А те, что есть, быстро садятся в тюрьму. Так вот, под санкции, что делает СНБО в принципе? Да, он не может посадить в тюрьму гражданина Иванова, Петрова или Сидорова. Нет, не может. Но он может его поставить под санкции. А поставить под санкции, это что значит? Это закрыть ему все счета, закрыть выезды страны, позабирать паспорта. То есть, закрыть ему абсолютно все. Запретить ему продавать недвижимость, там все, что хочешь. То есть, арестовать недвижимость. Вот это все можно. Таким образом, когда вы ставите какого-либо под санкции, вести какую-либо хозяйственную деятельность, да и вести вообще какую-либо деятельность в Украине, эта персона уже не может. В принципе, это явилось действенным механизмом по борьбе с нехорошими людьми, назовем их так. Не всегда эти нехорошие люди нехорошими людьми являются, но это уже второй вопрос. Тогда эта передача затянется на год и не будет никому интересно. Итак, кто же попадет под санкции завтра, по всей видимости? Это, скажем так, вероятность 60 на 40, что именно вот эти люди. Прежде всего, попадет, по всей видимости, нынешний зам начальника НБУ, ни много ни мало, Рожкова. Попадет, вот я тут читаю, попадет ее заступница Дегтярева. Они попадут под санкции за банкопад, из-за разворования десятков миллиардов, не миллионов, миллиардов гривен людей, которые доверили банкам, которые свои деньги отнесли в банки. И вот эти вот персонажи до сих пор сидят в НБУ. Вытасти их оттуда по закону никак невозможно. Также будут санкции введены, возможно, употребляю слово возможно, против Олега Бахматюка, все помнят банк ВИЭБи, Живаго, Константина Живаго, миллиардера, Николая Лагуна и его сотоварищей, ну это все помните, Дельтабанк, который кинул, наверное, сотни тысяч людей. Также новых уголовных дел стоит ожидать директору департамента Банковского надзора Национального банка Украины Натальи Дегтяревой, я ее фамилию упомянул в начале, и первому заместителю председателя НБУ Украины Екатериной Рожковой. То есть и та, и другая, они полностью причастны к банкопаду, к банкопаду, а коль они причастны к банкопаду, значит, ребята, те, у кого исчезли ваши деньги вот в этих банках, которые уничтожили, не только они, Гонтарева, не забывайте, Гонтарева там всему голова была, хотя и Порошенко, наверное, тоже. Так вот, все, кто потерял свои деньги времена Гонтаревой, вот претензии можно предъявить вот этим вот персонажем. Рожкова, Дегтярева, ну и сама же Гонтарева, которая сейчас там подвизается в Лондоне, прячется и читает в школе экономики. Интересно, а что она студентам рассказывает? как можно деньги тырить из банков? Мне вот интересно, вот англичане с одной стороны говорят, что они борются с коррупцией, так вот, сильно борются прямо озабочены на этом, а с другой стороны они пригревают коррупционеров, которые у них там бегут туда, вы посмотрите, из России, как не коррупционер, у него деньги, любовницы, семьи, все это, госдура ихняя, все в Лондоне, все семьи, у Путина деньги, и деньги, и дети, и все, все там в Лондоне, и вот наша Бонтарева, например, председатель НБУ, которая обтырила, обчистила карманы в половине Украины, она сидит там, у англичан, к ней претензий нет, ну конечно нет, она с собой миллиарды баксов привезла, какие же к ней претензии, свой человек, но коррупция, ребятки, в Украине.